Итак, для тех, кто вдруг забыл мою предысторию, это мой препод, ей 24, мне 18, и у неё есть жених, и она мне уже скидывает вторую такую фотографию, она, она опять скинула фотографию, ты серьёзно? Что творим, бро, меня зовут Сергей, он и сы, бро, сразу же, просто, сразу же, переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою соприм-банду, увы, предотдрями, соприм-банда будет над всеми, кто не с нами, тот под нами, а я, как вижу, про тебя же не очень нравится быть под нами, так что подписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою соприм-банду. Этого, да я заметил, что вам уже аж слишком понравились видео про то, как я переписываю со своими преподами, но в основном, где они скидываются и фотографии, ну и некоторым просто интересно, что же будет дальше в этой истории, и именно поэтому я снимаю это видео, только у меня есть одна проблемка, я не могу ей писать. Нет, она меня не заблокировала, просто в университете, ещё пред новогодними праздниками, она мне сказала, что её жених её подозревает в измене, потому что кто-то из его знакомых заметил нас с ней на том 15-ти минутном свидании. Да, вот такие вот дела, и теперь он 24 на 7 просто берёт и палит её директ. И вы, наверное, думаете, так зачем же он снимает видео, если он не может ей написать? Дело в том, что она сама мне написала, прямо сейчас, да, и я сразу же, как только увидел от неё смс, сразу же просто взял камеру и быстро начал снимать всё для вас, братва, и я знаю, насколько вам интересно увидеть то, чем вся эта история закончится. Итак, бад, у меня есть к вам небольшая просьба, вы начали искать её в инстаграме, это, ну, вообще не круто, потому что, если вы её найдёте и скиньте ей мои видео, то, как я с ней переписываюсь, я сливаю, получается, инфу с нашей переписки, будет очень плохо, потому что больше не будет такого контента, которого вы хотите, и мы вместе с вами не узнаем, как же закончится. По-настоящему, как же закончится эта история, а узнаем только тот конец, что она спалила переписку. Это не очень хорошо, поэтому, банда, лучше не нужно её искать в инстаграме, хоть у многих из вас не получается, потому что некоторые неправильно вводят её ник, да, там есть свои загвоздки, я не буду говорить, какое, потому что вы тогда её найдёте. Но всё же, если некоторые её вдруг и находят, то, пожалуйста, не пишите, не скидывайте ей видео, потому что всё будет стать только хуже. Итак, банды, как я и говорил, она мне написала сама, привет! Ух, у меня же руки трясутся. На самом деле, я не хочу от неё уже никаких фотографий, поверьте. Самое худшее в своей жизни, это увидеть своего обнажённого препода. Поверьте, это самое худшее, что может быть в вашей жизни. В данном случае, в моей жизни. Фух, ладно, давайте начнём с ней переписываться. Напиши мне тоже, привет! Со смайликом, как она у нас такой вот. Но всё же мне интересно, почему это вдруг она решила мне написать, если уже не в 24 часа смотрит её директ? Как же он не увидит нашу с ней переписку? О, а вот уже и ответ. У меня есть 20 минут, пока Женя смотрит мою переписку. Наверное, он просто пошёл в дужи или ещё что-то. Мне вот как-то слабо верится, что он всё время смотрит её страницу. Поэтому он всё время смотрит вашу страницу. На самом деле, у меня есть какое-то такое двоякое чувство, потому что я рушу семью, но в одно время я показываю, что тот жених, тот парень реально нашёл не ту, с кем ему нужно идти по всей жизни. Потому что такую шкуру лучше оставлять саму, поверьте. Да, кто-то из его знакомых увидел меня с тобой и сказал ему. Я, естественно, начал говорить, что это неправда, но он слабо верит. То, что она мне, собственно, говорила в универе. А почему он сейчас не смотрит вашу страницу? Вот что меня интересует больше всего. Его телефон разрядился, а сам он пошёл в магазин. Ааа, так вот оно что. Знаете, это хороший был способ обмануть своего жениха. Разрядить его телефон и отправить в магазин. Я не знаю, но чтобы поддержать тот диалог, который был раньше, я, наверное, у него спрошу самую тупую вещь, которую я только мог спросить у препода. И как мы теперь будем видеться? Да, это самое тупое, что я мог только спросить. Но у меня нет выбора, мне нужно продолжать с ней как-то говорить на эту тему. Фу. Пока что перестать общаться вживую, а там посмотрим, можно к тебе или снять отель. Оу, вот это уже намёки пошли. Тем более, там баклажанчики, улыбочка. Я думаю, мы с вами понимаем, о чём она говорит и куда она клонит. Это будет, конечно, жёстко. Но этого точно не будет. Что, этого я не хочу. Я здесь только ради того, чтобы узнать, чем эта история закончится. Мне реально интересно, чем она закончится. Я не хочу никаких отношений с преподом. Я не хочу вообще общаться с преподами, как сейчас. Блин, интерес берёт своё. Вот чём проблема. Оу, это будет интересно. Я отправлюсь в Майли Грыжачный. Я уже не дождусь нашей встречи. Баклажанчик и язычок. Я думаю, мы с вами понимаем, на что она клонит. Ого, мы с ней общаемся только нормально. Третью переписку у нас даже было... Да и то это сложно назвать одним свиданием. У нас даже свидания по факту не было. Она уже пишет такое своему ученику, получается. Что происходит? Ладно, чтобы поддержать диалог, мне придётся отвечать так же. Я говорил, что я не могу отвечать по-другому, потому что мне нужно как-то поддерживать с ней диалог и говорить так же самое, как и она ко мне. И я тоже отправлю песик и такую улыбочку. Давайте, чтобы поддержать диалог. Как прошёл ваш Новый Год? Просто я больше не знаю, что у неё спросить, реально. Я не хочу опять её обнажённых фотографий. Я не хочу у неё просить обнажённых фотографий. Я никогда у препода не просил обнажённых фотографий. Прошлый препод скинул свою обнажёнку из-за того, что увидел, что у меня есть деньги. Хотя я скачал картинку из интернета и это было странно, очень странно. Так, как прошёл ваш Новый Год? Хорошо, но с тобой было бы лучше. Блин, постоянно эти намёки на это, я не могу, я не знаю просто, что делать. Мне уже самому стыдно, как ей-то мне стыдно так переписываться со своим учеником, мне так стыдно переписываться со своим преподом, о чём вы? Ну это да. А ты бы хотел со мной встретить Новый год? Вот это вопросики пошли. Естественно, я бы не хотел с ней встречать Новый год, но, если я скажу, что я не хочу с ней встречать Новый год, она обидится ей. Уже наша переписка будет не такой, поэтому мне придётся ответить как-то, чтобы ей понравилось. Ну, возможно. Я не знаю просто. Ну типа не соглашаюсь и... Нет, типа не соглашаюсь, всё, будем остановимся на этом. Я бы тебе сделала сладкий подарок. Опять баклажанчики, я... Чип... Постоянно, просто постоянные намёки на это. Ну и чё, на молоденьких потянуло. Сладкий подарок. То есть конфеты. Да-да, когда-то узнаешь, что это за конфеты. Не очень, если честно, хочется, а особенно от неё. Фу, блин, наш старый для меня. Интересно. В универе никто не догадывается о нашем общении. И уж если догадывается её жених, это ещё не самое страшное, потому что если догадывается вы не верить, то её просто могут выбирать с работы, и у неё не будет денег. Если она встречается со своим женихом, для чего-то, если она его даже не любит, кто знает, для чего она встречается, то, возможно, у него там и есть какие-то деньги. Вроде нет. Ну, для неё хорошо, что никто не догадывается. Но мой жених, да. Будь я не понимаю, в прошлом видео она говорила, что ей всё равно на жениха, потому что они уже как бы не любят друг друга. Толк с их встречанием, если они уже могли бы просто расстаться, толк она с ним всё ещё встречается, если он ей уже безразличен. И, наверное, она ему тоже. Давайте спросим, почему бы вам не расстаться с ним? Реально, почему бы не расстаться с женихом, если всё, вы уже проплыли? У него есть деньги, и я ничего себе не отказываю. Но, кажется, я его не люблю. А он вас только ради этого. И смайлики. Ну, понятно. На самом деле, это печально, когда вот так вот просто всё в отношениях заходит в тупик, и вы уже не нравитесь друг другу, как раньше. Поверьте, я знаю. И часто вы с ним. Ну, реально, банда, простите, я не знаю, что ей писать. Нужно как-то с ней поддерживать диалог, но я не знаю. Я редко общаюсь с шкурами, и, кстати, очень просто раздеть, поэтому это и так ясно, что это шкура. Редко, это уже не приносит такое удовольствие. За 4 года уже с ним поднадоело. Она 4 года с одним парнем встречается, теперь он уже, можно сказать, её жених. И она говорит, что ей так поднадоело. Это ж как надо не любить свою вторую половинку, чтобы так говорить. А чем вам понравился я? Оль, боже, что я пишу. Я реально пишу, как школьник. Не, просто я же говорил уже про любовь с первого взгляда. Да, те, кто не видели прошлое видео, она реально что-то затирала мне про любовь с первого взгляда. Типа, ты веришь, что ты в любовь с первого взгляда? Я сказал, что нет. Разве это ко мне? Ну, серьёзно. Ну, да. А ты что-то чувствуешь ко мне? Воу, вот тут полегче, я таких вопросов не ожидал. Так у мужа из меня не готовила. И что мне ей ответить? Типа, скажу нет, обидеться, скажу да, начнёт что-то приставать ещё. Ну, после такого свидания сложно сказать. Ну, тупо можно поставить лайк за то, что так выкрутился, серьёзно. Посмотрим, что ты скажешь после. Опять она намекает на это. Надеюсь, ты так быстро не будешь убегать, как в прошлый раз. Я же ей говорил, что у меня просто дела были. Она тупая или ещё? Кстати, помнишь, что моё фото с ёлкой? Конечно, покой, попробуй забыть. Да, блин, мой препод с ёлкой скинул свою обнажёнку. Да, я отправил такой вот смайлик. Демона. Наш кот эту ёлку на Новый год сломал. То есть, я больше не увижу фото с той ёлкой. Господи, зачем? Зачем я это написал? Теперь это получится, что это был намёк на то, что я хочу увидеть фотографию её обнажённую. Блин, теперь выглядит, как будто я озабочен. Ну, у меня ещё осталась одна. И, господи. Ты серьёзно? Она... Она опять скинула фотографию. Ты серьёзно? Вот я не понимаю, как же сильно можно не любить, чтобы делать такое? Как тебе, мой ученик, нравится препод? Господи, она ещё показывает как ролевую. Да! Как и в прошлый раз говорил, у вас красивая фигура. Спасибо. Пожалуйста! Ой, мне нужно бежать, мой жених пришёл. Я быстро удалю переписку, только не пиши мне сам. Пока, сладкий. Куча смайликов, поцелуйчиков, сердечко. Пока! И сердечко. Второй раз! Второй раз она мне скидывает свою фотографию! Кому? Итак, для тех, кто вдруг забыл мою предысторию, это мой препод. Ей 24, мне 18. И у неё есть жених. И она мне уже скидывает вторую такую фотографию. Хотя я даже не просил. Она сама. Представьте, как же сильно. Она просто плюёт в душу своему жениху. Мне нереально жаль этого парня, потому что рядом с ним ещё вот такая шкура. И я думаю, что если он уже и так не доверяет, то почему бы просто не перестать с ней общаться? Просто разрывать отношения. Нет, похоже, он тоже глупый, как и она. Это жесть. Господи, у меня просто в голове это не укладывается. Это мой препод. И она уже второй раз скидывает мне такую фотографию. Причём с этим преподом как-то всё слишком далеко заходит. И я боюсь же узнать, чем закончится эта история. Но явно не хочу, чтобы она узнавала о том, что я снимал нашу переписку с ней на видео и выкладывал в интернет, в ютуб. Потому что для неё это будет позорно. Хотя такую шкуру нужно припозорить. Но больше всего мне жалко её жениха. Блин. Я уверен, что там хороший парень, который её очень сильно любит. Но она вот так вот просто об него вытирает ноги. Кстати, она написала, что у него есть деньги. И она с ним только ради этого. Получается, она видит мой шмот, что у меня всё-таки дорогие брендовые вещи. Получается, она и со мной переписывается и общается только ради денег. Вот об этом нужно с вами будет поговорить в своём инстаграме. Так что просылка на мой инстаграм в описании или же на экране осталась специально для тебя. Поэтому давай. И скорее всего, что ту фотографию я не смогу показать вам в видео. Поэтому мне придётся показать вам её в инстаграме. Так что и фотография будет только для подписчиков и больше не для кого. Поэтому, чтобы увидеть фул версию этой переписки, тебе придётся подписаться на мой инстаграм. Ссылка в описании или же на экране осталась специально для тебя. Но после фотографии только попробуй отписаться, если я тебя найду. Только попробуй отписаться, понял? А на этом всё, просто мы бы Сэрго Олезе, бро. Сразу же, просто, сразу же. Бери, подписывайся на мой канал, чтобы наступить в мою Суприм-банду. Ведь предудивая моя Суприм-банда будет над всеми, кто не с нами, тот под нами. Подписывайся на канал, чтобы быть нашей крутой Суприм-банде. Бери, просто весь Ютуб под нами будет. Это я тебе обещаю. Эй, банда, поздравляю вас с 19-м годом. Всё, просто поздравил. Эй, бро, поставь лайк, ведь тебе тут всего-то каких-то 2 секунды. А мне очень приятно. Ну реально, тебе тут всего-то каких-то 2 секунды. Уже я мог бы поставить свой царский лайк. Эй, бро, вот, вот, комменты из-под прошлого видео. Господи, ты выглядишь, какие они шикарные. Если бы я мог, я бы обнял каждый из этих комментариев, потому что они шикарные. Эй, бро, не расстраивайся, ты тоже можешь в последующее видео, чтобы тебя увидела вся Суприм-банда. Всего-то, что тебе нужно, это нажать на лайк, колокол, и всё. А с ним оставить свой царский комментарий. И если по твоим комментам нету никаких комментов, то ты попадаешь в следующее видео. Вот такой вот простенький бред ко мне в видео. Но, бро, лайк, колокол обязательно. Потому что без него ты никак не попадешь в следующее видео, ведь я проверю. Как видишь, бро, как видишь, ребята, Суприм-банды уже были здесь, так что и ты сможешь. А с тобой за таким же шикарным, бро. Пока!